Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о нашем российском футболе. Московский Спартак сегодня объявил о назначении Руэ Витой главным тренером команды. И вот на фоне этого мне, конечно, стало интересно, а что там пишут португальские покойники футбола. Тем более, что назначение Виттории, оно, так скажем, совпало с определенным конфликтом внутри руководства красно-белых Зарема Салихова. Супруга Леонида Федуна, владельца Спартака, оказалась против этого назначения. И после того, как Витой стал уже фактически тренером команды и осталось только официально объявить об этом назначении, она в знак несогласия покинула совет директоров Спартака. В общем, такая вот ситуация, достаточно загадочная, но интересная в плане внутренних интриг. И вот на фоне назначения Витой, а также на фоне несогласия Зарема Салихова, я решил собрать самое интересное мнение португальцев, касательно происходящего в Спартаке. На сайте inoprosport.ru вы можете найти текстовой вариант данного материала. Если вы хотите прочитать данные комментарии, то милости просим по ссылочке в описании. Ну а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод этих комментариев для нашего общего ознакомления. Поехали! Ну а сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания BALTBET, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте BALTBET, а также введете промокод KALUZKI24, который также указан в описании, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Дерзайте, ребята, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Эр Маркес написал, мощный разнос от этой дамочки. Но в этом только половина правды. Я пока не видел ни одного тренера из российского чемпионата, который уехал бы в Европу и вышел там на новый качественный уровень. Но это ответка на мнение Сальховой о том, что в Россию должны поезжать в такие клубы, как Спартак, только из Европы, и должны поезжать не ради денег, а чтобы показать себя, так скажем, из спортивного интереса. Ну и действительно, все-таки мы должны быть откровенны, наш чемпионат не настолько интересен для топовых европейских наставников. Но, кстати, касательно данного комментария, мы можем вспомнить пример, когда переехавший из России в Европу наставник постепенно вышел на новый уровень, это Унай Эмири. Но он не тренер, он все-таки тренеришка. Да он, пусть говорит, наш тренеришка. Поэтому в данной ситуации, конечно, особый случай, но так или иначе, из Спартака человека уволили, а он постепенно дорос до ПСЖ. Дроганец написал, так и в Россию тоже едут ради денег, ну и еще ради красивых девушек. Но это намек, опять же, на слова Сальховой о том, что Рой Витория поехал в арабские чемпионаты только ради денег. Ну и сейчас Спартак, возможно, он тоже едет ради денег. Скарлетт Игл. Рой Витория поехал в Россию, чтобы перезапустить свою карьеру и вернуться на европейскую арену. Эта женщина ошибается, если думает, что он беспринципный материалист. Но вот здесь альтернативное мнение считает, что Россия это трамплин для Витория для возвращения в большой европейский футбол. Феррольо. Эта женщина говорит очень точные слова. Амбиции Рои Витории это деньги, деньги и ничего, кроме денег. Но вот такое мнение уже альтернативное, что, мол, наоборот, все ради денег, в отличие от предыдущего комментария. Оссо Мифаврия написал, просто эта дама с нетерпением ждала в Спартаке Леандардо Жардима, но затея провалилась. Ну, я, кстати, много раз говорил, что Жардима считаю прям оптимальным и идеальным наставником для российских команд, потому что прекрасно, на мой взгляд, он долгое время работал в Мунако и работал при этом с российским владельцем Рыболовлевым. И если он там стерпел несколько лет с российским боссом, то и у нас справится. Корделяо написал, а она мыслит довольно здраво. Ну и, кстати, после этого интервью в России тоже многие сказали, что Салихова правильно и по делу все говорит. Бенфикалов написал, Ну, тут не поспоришь, я это отметил, например, в своем разбое Руэ Виторий. Кстати, этот ролик был предыдущим на моем канале, можете его тоже посмотреть. И Стюпидо написал, Да, Витория не продержится в России и шести месяцев. Ну, тогда это будет очередным примером вот этой чехарды тренерской, которая идет в Спартаке, когда приходит новый наставник, на него все надеются, дальше разочарование и увольнение, и надежда на нового наставника. Вот этот круговорот Спартака. С другой стороны, сейчас альтернативная ситуация, потому что сейчас как раз изначально многие сомневаются в Руэ Витории. Посмотрим, может быть, он в обратную сторону запустит, наоборот, с первого сомнения, а потом в восторге от этого тренера. Эль Кабонг. Руй Витория невеликий специалист. Ну и Спартак – это что-то типа российского спортинга, клуб, который выигрывает чемпионат раз в 15 лет. Вот такая подколочка. Аква Дос Кеус написал, Желаю Рую побольше успехов в России, пусть учится на своих ошибках и становится лучше. Джонни Майстер. Окей, в Саудовскую Аравию он поехал ради денег, но в Россию что, не ради денег он поехал? Но это опять же ответка Салихов. Рейден. Быть может, Руй не великий тренер, но все равно его резюме получше, чем у последних тренеров Спартака. Он выиграл все в Португалии, добрался с Бенфикой до четвертьфинала Лиги Чемпионов, после чего уехал в Саудовскую Аравию. Да, ради денег, но и там он стал чемпионом. А чего добились последние наставники Спартака? Ну, Тедеско, как минимум, вернул команду в Лигу Чемпионов. Но посмотрим, чего добьется Руй Витое. В принципе, мы видим, что тут разные мнения от португальцев. Кто-то говорит, что да, Салихова права, меркантильный жлоб, это Руй Витое, а кто-то говорит наоборот. Увидим по практике, каким он окажется наставником. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.